В Москве сегодня студенты и старшеклассники из России и других стран создали свою Организацию Объединенных Наций. Драматические повороты мировой политики разыгрывают по ролям, обсуждают самые сложные дипломатические вопросы, и эта ежегодная конференция вызывает огромный интерес на высоком уровне. Илья Костин увидел. Совет Безопасности, Генассамблея, ЮНЕСКО и другие структуры Организации Объединенных Наций в руках студентов. В МГИМУ открылась московская международная модель ООН. Будущие дипломаты ищут решение главных проблем современной мировой политики. То, что обычно остается за кадром на международных форумах, организовать встречу нужно так, чтобы делегатам из разных стран не пришлось ждать в очереди на входе. Каждая минута на счету сегодня и у особого гостя. В МГИМУ глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заехал перед важными переговорами со своим чилийским коллегой. Министр объяснил, почему он выступает против реформы ООН и не поддерживает тех, кто призывает лишить специального права ВЕТА постоянных членов Совета Безопасности. ВЕТА, если хотите, это не привилегия, это большая ответственность. И благодаря ВЕТА, который применяли несколько раз Россия и Китай, мы сейчас можем все-таки сказать, что по сирийскому кризису наметился шанс перехода к политическому урегулированию. Речь Сергея Лаврова для большинства присутствующих дипломатический мастер-класс, но для тех, кто находится в этой маленькой комнате и своеобразный экзамен по иностранному языку. Владимир, будущий переводчик-синхронист, признается, перед сегодняшним форумом очень волновался, как оказалось, напрасно. Спасибо большое, можем сказать, нашему министру. Люди так хорошо выражены, понятными словами, очень логично, очень аккуратно и последовательно, что было, в общем-то, переводить несложно. Даже аватар Пан Гимуна был сегодня для нее только фоном. Алена – главная на этой модели ООН. Она – генеральный секретарь. Так, тогда генераль Савлеев все таблички разложила. Ей бы блистать на дипломатических раутах, но она беспокоится не столько о платье и прическе, сколько о повестке. Своим принципиальным решением отменила обсуждение по Украине. Мы посчитали, что эта повестка будет, все-таки, пожалуй, слишком острой. И, возможно, мы не придем к тому результату, к которому мы бы хотели. Но только в какой-то степени рассорить делегатов, так как у нас есть, например, делегатов, в том числе и с Украины. Более 150 иностранных участников. Санкции? Нет, не слышали. Оставьте это для большой политики. Санкции пробудили интерес к России. Очень много людей, по разным совершенно соображениям, но, как всегда, по очень человеческим соображениям, хотят приехать в Россию, посмотреть собственными глазами, что здесь происходит, поговорить с людьми, в том числе с молодыми людьми. В одном из комитетов на испанском языке говорят сегодня о безопасности работы журналистов в зоне вооруженных конфликтов. Очевидно, что журналист не может быть объектом нападений, заключения под стражу или убийства. Этому не может быть никаких оправданий. Впереди обсуждение угрозы распространения международного терроризма, глобальный кризис занятости, ядерная программа КНДР. Все, что часто и так, в заголовках новостей. Илья Костин, Денис Овчаров, Екатерина Колоницкая, Дмитрий Скворцов, Первый канал.